Власти Южной Кореи готовят новый план экономического сотрудничества с КНДР. На форуме в Южнокорейском парламенте члены правительства и эксперт обсуждали возможность активизации связи с северным соседом. По словам министра по делам объединения Чомин Гюна, если две Кореи создадут экономические отношения с государствами, граничащими с полуостровом, то эти партнеры будут заинтересованы в стабильности и мире в Сеуле и Пхеньяне. Участники встречи отметили, что 10 лет назад лидеры Южной Кореи и КНДР, Но Мухен и Ким Чен Ир подписали межкорейскую декларацию о сотрудничестве. Однако с конца 2007 года, в период нахождения у власти президентов-консерваторов Али Минбака и Пак Кэн Хе, межкорейские отношения резко ухудшились. В этом году главой государства стал представитель либеральной партии Тобура Мун Джейин. Поэтому эксперты считают, что сейчас подходящее время для налаживания отношений между севером и югом корейского полуострова. Новая политика позволит жителям Северной и Южной Кореи жить и работать вместе на объектах экономического сотрудничества. Правительство подготовит новый план для корейского полуострова по улучшению экономических связей с соседними государствами. Мы уже начали сотрудничество с Россией. Обсуждаем, возможно, сотрудничество с Китаем, который согласился улучшить отношения с Южной Кореей и другими странами региона. В условиях продолжающихся провокаций Северной Кореи некоторые считают, что совместная экономическая система между севером и югом невозможна. Тем не менее, данные усилия обязательны. Потому что если мы ответим на провокации Северной Кореи, то не останется альтернативы для мирного объединения и мира между севером и югом корейского полуострова. Продолжение следует...